МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Галина Титарчук. В марте в Каннах пройдет международная выставка инвестиционной недвижимости. Бренд нашего города впервые зазвучит на одном из самых авторитетных и престижных экономических форумов планеты. Экспозиция на Лазурном берегу ежегодно собирает наиболее влиятельных экспертов международного рынка недвижимости – инвесторов, архитекторов, госслужащих и финансистов. В этом году на МИПИМ-2014 Россия объявлена страной почета. Под эгидой Минрегиона на форуме впервые будет организована единая российская экспозиция в павильоне общей площадью полторы тысячи квадратных метров. В составе сборной страны, состоящей из 25 субъектов, свой инвестиционный потенциал продемонстрирует и столица Чувашия. Шесть проектов в сфере строительства, туризма, отдыха и гостиничного бизнеса на общую сумму 180 миллиардов рублей. С таким инвестиционным портфелем поедет Чувашия в Канны. Выставка, считаю, позволит заявить о регионе, о городе Чебоксары как об уникальной площадке для привлечения международных инвестиций. Возможно, нам удастся привлечь международных специалистов развития территорий, которые помогут вывести регион, развитие региона и развитие города Чебоксары на новый уровень. Жилой микрорайон под названием «Новый город» обещает стать украшением Чебоксары и одним из самых комфортных мест для проживания. Здесь построят свыше миллиона квадратных метров жилья. В проекте блок-секции в 11, 13 и даже в 17 этажей, а также дома коттеджного типа. В новом городе жизнь организуют по-новому. Спортплощадки из дворов вынесут в отдельные зоны отдыха. Стадионы будут рядом со школами. Построят многоуровневые стоянки и подземные паркинги, а еще бассейны, магазины, кинотеатры и рестораны. Словом, все то, что нужно для комфортной жизни взрослых и детей. Новый город свяжет Чебоксары с Новочебоксарском и в перспективе способен превратиться в мегаполис с населением в 600 тысяч человек. Стоимость проекта почти 39 миллиардов рублей. А это Чувашия этническая. Одноименный проект по созданию в республике туристско-рекреационного кластера также презентуют на МИПИМ. Его реализация предусматривает строительство двух этноэкологических комплексов Ясна в Чебоксарском районе и Амазонии на территории столичного парка культуры и отдыха имени 500-летия города Чебоксары. Общая площадь строительства туристских объектов составляет 246 тысяч квадратных метров. Ожидаемый эффект от реализации проекта – увеличение туристского потока в Чувашию в три раза до 747 тысяч 600 человек. Перспективность этого инвест-проекта уже оценена на федеральном уровне. Этническая Чувашия в 2013 году включена в федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации до 2018 года. Его стоимость – 7,5 миллиардов рублей. Из них – 5,6 миллиарда рублей – средства инвесторов. Особое внимание мы выделяем поиску инвесторов. Для наших проектов в области инфраструктуры, туристического, гостиничного бизнеса, жилищного строительства. Городом Чебоксары и правительством Чувашской республики подготовлен целый ряд проектов с высокой степенью проработок, которые, я надеюсь, в ходе данной выставки найдут своих инвесторов. Сегодня в Чувашии реализуются более 350 инвестиционных проектов общей стоимостью 300 миллиардов рублей. Регион в лидерах по эффективности реализации программы господдержки бизнеса. Его необходимая инфраструктура, 5 бизнес-инкубаторов, 2 технопарка, созданный гарантийный фонд, агентство по поддержке малого и среднего бизнеса, инновационный центр. Все это вместе с богатой историей старинного Волжского края непременно найдет отклик у иностранных инвесторов, уверены местные власти. И к 550-му дню рождения подарком Чебоксарам станет запуск новых инвестиционных проектов. А в Чувашии началась подготовка к ежегодному экономическому форуму, который пройдет в рамках празднования Дня Республики. В этом году он будет называться «Регионы России. Устойчивое развитие». Экономический форум в Чебоксарах будет состоять из двух частей – пленарной и тематической. Сейчас ведется работа по формированию площадок, сообщил министр экономического развития Владимир Аврелькин на еженедельной планерке у главы республики. Ожидается не менее тысячи гостей. Будут приглашены члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, стратегические партнеры. С 18 по 22 июня пройдет межрегиональная выставка «Регионы сотрудничества без границ». Также Владимир Аврелькин подвел итоги прошедшего на минувшей неделе в Чебоксарах Russian Startup Tour. В 100 лучших продуктов, 100 лучших инноваторов России вошли. У нас два проекта – это провод повышенной эффективности нано-композитном сердечниках. И первый проект, и второй – это разработка методов выявления мест современного поступления углеводородных флюидов в предел нефтегазовых месторождений. То есть это первые два участника, которым будут вручены сертификаты. Еще три разработчика примут участие в международной конференции Startup Village в Сколково. Это Андрей Драгунов с проектом «Наноплазм», Михаил Кузьмин – защитные покрытия на основе циануретанов, а также Андрей Терентьев – ветро- и гидроэнергетические установки нового типа. В условиях вхождения России в ВТО внешнеэкономическая деятельность на предприятиях выходит на новый уровень. Каким должен быть экспорт, что за форму поддержки со стороны государства и общественных организаций существует. Ведущий российский эксперт в области внешнеэкономической деятельности Петр Травинский специально приехал в Чувашию, чтобы поделиться своими знаниями с местными предпринимателями. В течение недели в республиканском бизнес-инкубаторе идут бизнес-тренинги. Курсы повышения квалификации организовал Региональный институт технологии и управления совместно с Центром экспортной поддержки Чувашии. Как отмечает руководитель Центра Александр Рыбаков, миссия учреждения – увеличение объемов экспорта, поддержка предпринимателей, которые еще не осуществляют экспортные операции, но планируют. После вступления в ИТО очень резко начала уменьшаться защита внутреннего рынка. И мы понимаем, что импорт будет в Российскую Федерацию только увеличиваться. Все это говорит о том, что наши предприятия должны задумываться о рынках сбыта не только внутри России, но и за рубеж. События, которые происходят на Украине, свидетельствуют о том, что, скорее всего, товарооборот с данной страной возможно уменьшится. Если взять прошлый год, то у нас примерно 40% экспорта было именно в Украину. Это говорит о том, что в течение года мы должны еще раз с предприятием посмотреть, на какие страны стоит обратить внимание. К великому сожалению, наши работодатели и многие, которые хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью, в теоретическом плане мало подкованы. С учетом всего этого изложенного, мы решили организовать, Институт вышел инициатором в этом плане, организовать обучение всех желающих начать предпринимательскую деятельность. В качестве лекторов на курсах выступают известные и авторитетные бизнес-тренеры из разных регионов страны. К примеру, Петр Травинский, эксперт Комитета по экономической политике и предпринимательству Госдумы России. Главная цель его занятий – научить наших предпринимателей правилам работы на международных рынках. Как искать партнеров? Какие риски существуют? Где искать информацию по тем или иным вопросам? В этот раз особое внимание уделили вопросам налогообложения внешнеторговых операций. В соответствии с действующим законодательством, экспортеры после экспорта товара имеют право возместить НДС, уплаченный по этому товару, при производстве, при изготовлении на территории Российской Федерации. Эта проблема очень сложная. Бюджеты у нас дефицитные. Налоговые органы очень неохотно возмещают этот НДС. Приходится буквально, так сказать, чесарапывать его о том, как организовать работу по возмещению этого налога, как необходимо подготовить документы. Пообщаться с ведущими экспертами в области введения организации внешнеэкономической деятельности на предприятии пройти обучение можно бесплатно. По итогам прохождения курсов выдаются удостоверения государственного образца о повышении квалификации. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. С начала года в Республике произошло 117 пожаров, в которых погибли 19 человек. Вопросы безопасности должны быть на особом контроле. Об этом говорил на видеоконференции Михаил Игнатьев. Она традиционно проходит по субботам. Обсуждали на ней и другие вопросы. За прошедшие сутки пришли взять буквально 6 пожаров, в том числе 3 пожара в жилых домах, 2 бани и 1 автомобиль. То есть с учетом того, что я сказал, уважаемые коллеги, главы администрации, обозрелись главы сельских поселений, соответствующие службы, понятно, одними инструментами, рычагами органов власти, наверное, тяжело все это управлять, но в то же время мы со всеми службами, включая участковых пожарных, должны применять более жесткие нейромеры к тем нарушителям, которые безответственно подходят. Еще одна тема субботнего разговора – строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в Чувашии. Задачи на 2014 год непросты. Было предусмотрено выделение средств с учетом средств местных бюджетов в общей сумме 2 миллиарда 735 миллионов рублей, что составляет 137% в соответствующем периоду прошлого года. Фактическое финансирование работ в 2013 году на всей сети автомобильной дороги составило 2 миллиарда 494 миллионов рублей или 99,6% от назначений. Общий объем выполненных дорожных работ с учетом выделенных средств и из местных бюджетов у нас составил 2 миллиарда 753 миллионов рублей или 101% годового плана. Соответствующее сравнение с цифрами предыдущего года показывает рост на 42%. 2 миллиарда рублей – таков объем средств Денежного фонда Чувашской республики на 2014 год. На строительство и реконструкцию автомобильных дорог предусмотрено 884 миллиона рублей. 60 миллионов рублей направляется на ремонт дворовых территорий, многоквартирных домов. Зашла речь на видеоконференции и о здоровье жителей. В прошлом году прошла масштабная диспансеризация. Более 200 тысяч человек озаботились своим самочувствием. Более тысячи отказались от проверки. А зря. По данным министерства, более 60% имеют факторы риска хронических заболеваний. У многих жителей Чувашии проблемы со здоровьем из-за нерационального питания. Не все дружат со спортом. Поэтому такие диагнозы, как повышенное артериальное давление, ожирение, эндокринные заболевания, становятся весьма распространенными. Хронические неинфекционные заболевания у нас определяют порядка 70% смертности. Это болезни системы кровообращения, это онкологические, злокачественные новообразования, болезни органов пищеварения. И, естественно, в рамках дорожной карты у нас обозначены показатели по снижению смертности от этих ведущих причин. Профилактика и еще раз профилактика, подчеркнул глава республики. Только тогда можно говорить об улучшении здоровья. И вопрос диспансеризации выходит здесь на первый план. Дарина Игнатьева, Игорь Поручиков, Евгений Анисимов, Республика. Обсуждение важных тем продолжилось и в понедельник на еженедельном совещании у главы республики. В прошлом году в Чувашии открылось 13 детских садов. Еще 14 планируют ввести в строй в этом. Но всех проблем это не решает. Плюс ко всему, с нового года повысилась плата за садик. На 1 сентября выполнена главная задача. Все дети старше 3 лет обеспечены местами в детских садах. Но очередь постоянно растет. Уже сейчас в ней 974 ребенка. Так что потребность остается. Возможно, на законодательном уровне придется решать вопрос о повышении возраста охвата детей детскими учреждениями. Но это дело будущего. А пока появилась еще одна важная тема, которую сейчас обсуждают родители. Это плата за детский сад. С принятием нового закона об образовании изменилась система финансирования дошкольного образования. Поэтому поменялись и правила. Например, в столице родители оплачивают только питание и уход. Остальные затраты берет на себя муниципалитет. В зависимости от количества детей родители получают компенсацию. За первого ребенка 30% от уплаченной суммы, за второго 50% и 70% за третьего. Задачу ставим не резкое увеличение родительской платы. Она в пределах 2000 и 2000 небольшим. Она остается в основном в городах. На сельской местности она значительно ниже. Тоже там вопросы возникают. И родители платят на основе положения, которое принимает муниципалитет и по оплате труда. Здесь вопросы и жалобы пошли в последнее время с города Новочебоксарск. С учетом того, что если в Чебоксарах берется расчет время пребывания ребенка в детском саду, то в городе Новочебоксарск там чуть система другая. На сегодняшний день установлен одинаковый ежемесячный платеж. Произведен соответствующий расчет из 80% посещаемости. Так в городе Спутники если ребенок без уважительной причины не ходит в детский сад, то платить за эти дни родителям все равно приходится. Перерасчет сделают только в том случае, если ребенок болел или у родителей был отпуск. Кстати, в частных детских садах плата за пребывание в несколько раз выше, чем в государственных. От 6 до 14 тысяч рублей. Там родители оплачивают не только присмотр и уход, но и различные дополнительные занятия. В любом случае родителям надо объяснять, на основе каких документов принимаются решения. Да и положения, которые принимают муниципалитеты, не вечны. Время вносит в них коррективы. Галина Титарчук, Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Материнский капитал может стать полностью жилищным. Правительство рассматривает возможность запрета инвестировать материнский капитал в накопительную часть пенсии и на будущее образование детей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в правительстве. С 2016 года программа материнского капитала будет сохранена. При этом цели, на которые можно потратить полученные от государства деньги, могут измениться. Возможность перевода маткапитала в накопительную часть пенсии могут исключить, как и оплату будущего образования детей за счет этих средств, сообщает газета «Известия». Таким образом, может остаться только одна возможность использовать господдержку на улучшение жилищных условий. По данным газеты, пока это предварительный вариант, согласованный между ведомством социального и финансового блока правительства. Дискуссия еще не закончена. Сейчас 97% семей пользуются маткапиталом для улучшения жилищных условий. Олимпиада глазами земляков. Мы продолжаем знакомить вас с первыми впечатлениями. Ведь в Сочи находится наша спортсменка Елена Муратова. Там работает много волонтеров, в их числе Кристина Титова. Позади уже торжественная церемония и первые соревнования. Разговоры о грандиозном олимпийском шоу не утихают до сих пор. Кто-то выискивает недочеты, но многие просто поражены его размахом. Более трех миллиардов человек наблюдали за церемонией открытия по телевизору, а кому-то удалось оценить ее и воочию на трибунах стадиона Фишт. Счастливый билет выпал и автору олимпийского символа Сильвии Петровой. Огромные животные на арену вышли грациозно, кланяясь и посылая всем воздушные поцелуи. Красочное шоу от именитых звезд русского балета, невероятные постановки об истории государства, проплывающие мимо трибуна острова, огромное количество спецэффектов. За проведение торжественной церемонии отвечали более двух тысяч человек. В их числе и волонтер из Чувашии, которая работает в пресс-центре. Олимпийское шоу она увидела раньше всех. На самом деле нам повезло стать счастлившими волонтерами, которые попали на репетицию. Вы знаете, их было две первого и четвертого февраля. Вот. И у нас даже был выбор, точнее, приглашение посмотреть в качестве зрителя, либо еще поучаствовать в качестве массовки спортсмена на репетиции. И у нас сейчас только такая мечта посмотреть на это все зрелище еще по телевизору. Волонтеры из Чувашии встречают гостей, работают переводчиками и даже помогают подготовить к соревнованиям спортивные объекты. В Сочи отправилась солидная делегация более 130 волонтеров. Студентка педуниверситета Кристина Титова всегда находится рядом с известными лицами, политиками, артистами, спортсменами. Она участвует в пресс-конференциях и даже сама дает интервью. А участница Олимпиады Елена Муратова в Чувашию вернется уже 12 февраля. В соревнованиях по Моглу российские спортсменки остались без миндалей, уступив пьедестал канаткам. Лучший результат нашей сборной восьмое место. Елена Муратова осталась позади, она не смогла пробиться в финал. Но все же олимпийский дебют Могулиска запомнит надолго. Больше всего ее поразила поддержка болельщиков. Очень здорово поддерживали. Мне понравилось. Я хотела во время соревнований на это старалась не обращать внимания, чтобы не сбиваться, не потерять концентрацию, так скажем, на проездах и технических моментах. Но это, конечно, такой недобываемый опыт, когда выходишь на стартовые ворота, так скажем, и видишь всех людей, слышишь, как они начинают тебе кричать «Россия, Россия», поддерживать тебя и, не знаю, такие недобываемые ощущения. Кто-то вернется домой, а кто-то только пакует чемоданы. К отъезду в Сочи готовятся артисты. Ансамбль «Чавал» будет исполнять чувашские песни для гостей и участников Олимпиады. Другому музыкальному коллективу выпала честь выступать на закрытии игр. Юные вокалисты попали в состав сводного хора. Их голоса сольются с другими артистами, которых выбирали по всей стране. Медрик Валев и Михаил Жбанов. Республика. Сегодня в Чебоксарах прошла встреча члена Президиума Центрального Совета Партии «Справедливая Россия» Олега Шейна с председателями Советов многоквартирных домов. Тема ЖКХ одна из наиболее актуальных, поэтому в зале, где проходила встреча, яблоку негде было упасть. В Чебоксарах существует достаточно развитое жилищное движение и сегодняшняя высокая явка здесь в зале, когда количество людей превысило возможные ожидания и действовало подтверждение. Справедливые РОСы стремятся изменить законодательство в сфере ЖКХ, поэтому выезжают в регионы, чтобы на местах определить главные проблемы отрасли. Действующий ЖК РФ не поддается никакой критике. Самые актуальные вопросы, которые поднимали на встрече, это внедрение нового порядка проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расчет общедомовых нужд, завышенные тарифы на услуги ЖКХ, введение так называемых социальных нормативов потребления. Пять триллионов рублей в год граждане Российской Федерации платят за жилищно-коммунальные услуги. И там, где возникают такие деньги, естественно, возникает огромное количество желающих к этому кормилу припасть и получить с этого очевидные выгоды. А появление сети региональных операторов капремонта, по словам Олега Шена, приведет к значительному росту коррупции в сфере ЖКХ. С его точки зрения, жильцы многоквартирных домов беззащитны. У них одни обязательства платить и платить. А вот права собственников очень расплывчатые. Закон о капитальном ремонте это самая тяжелая сейчас для населения тема. Почему? Потому что очень ветшает наш жилой фонд. Управляющие компании, как правило, собирают деньги за текущий ремонт, очень плохо осваивают эти деньги. И сегодняшняя встреча с Олегом Шейным я считаю очень полезна, потому что пришли люди, которые действительно желают разобраться. Они пойдут дальше в свои дома, они расскажут своим жителям, они понесут эту информацию. Галина Титарчук, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. В ближайшее время в эфире национального телевидения Чувашии вы сможете посмотреть интервью с куратором проекта «Справедливость в ЖКХ» Олегом Шейным. И в продолжении темы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня в 6 утра в Юго-Западном районе произошла авария. В районе рынка на улице Ильменя лопнула задвижка на трубопроводе. Как утверждают коммунальщики, жители ближайших домов без воды не остались, а аварию устранили быстро. Утечка воды произошла из трубопровода диаметром 300 мм. В этом месте проходят 4 трубопровода разных диаметров. Спустя несколько минут на месте аварии была бригада Центральной диспетчерской службы. Но в связи с тем, что утечка была в колодце, пришлось выполнять значительное количество переключений. Около 7 утра прибыла дополнительная аварийная машина, которая смогла откачать воду и коммунальщики приступили к устранению аварии. В 8.30 утечка на проезжую часть была полностью прекращена. Коммунальщики назвали эту аварию штатной. Трещина на корпусе задвижки произошла скорее всего по причине подвижек грунта рядом с проезжей частью большое промерзание. Вследствие этого больше никаких причин здесь быть не может. Промерзание грунта не конкретно в период нахождения сейчас, а он постепенно с установлением морозов, грунт промерзает, промерзает все глубже и глубже. Как утверждают специалисты, отключения воды в жилых домах не было. Без нее остался только рынок. К половине второго дня аварию полностью устранили. Ведутся расчеты потерь воды. Трещина довольно-таки незначительная на задвижке произошла. Никак это не повлияло на водоснабжение соседних домов. Поэтому можно сказать, что потери воды были не такие большие. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами до завтра. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Субтитры сделал DimaTorzok